Сегодня мы продолжаем, и у нас есть еще немножко время для проповеди. Но мы сегодня не будем говорить из книги Откровения. Я хочу сегодня говорить о очень специфическом празднике, к которому мы приближаемся. О каком празднике идет речь? Пурим. Праздник Пурим. Все знают это. Вы знаете, что Пурим — это праздник, который не был повелен праздноваться Богом. Какие праздники Бог повелел праздновать? Есть семь. Знаете, есть здесь кто-то, кто знает все семь? Игорь рассказал о всех семьях. Очень часто люди больше знают праздники, которые ближе к зиме или к осени. Но не многие знают, что внутри Песоха есть три праздника. Это Песох, это хага Мацот и хага Бикурим. Песох — праздник Мацы и праздник первых плодов. Это обычно забывается, но это важно. Но есть еще праздники, которые мы празднуем, которые не были повелены Богом праздноваться, но они очень важны для нас. Это Пурим и Ханука. Я хочу спросить, возможно, здесь есть новые репатрианты или просто люди, которые впервые слышат об этом. Вы знаете, какие правила праздника Пурим? Есть здесь люди, которые не знают? Не стесняйтесь, поднимите руки. Есть люди. На праздник Пурим обычно есть четыре такие традиции. Вначале я просто расскажу, что есть и что ожидает нас. И это очень легко запомнить. Это называется правило четырех М. Первое правило — это посылки, подарки, обмен подарками. Второе правило — это подарки для нуждающихся, для нищих. Есть люди, которые или на улице сидят, или просят милостыню, которых нету чего кушать. И есть такое правило, такое, традиция, что ты можешь прийти и дать им минимум каких-то две порции еды, чтобы было у человека. Или дать деньги, чтобы человек мог купить это. Третье правило — это читать книгу Истер. И последнее, самое важное правило — это пир. И все любят это правило. Пир праздник. И многие люди даже немножко выпивают в этот день, но не особенно к нам это относится. Правило четырех М, просто запомните. Но сегодня я хочу говорить действительно о том, что произошло в этот праздник и какой его смысл вообще. Кто-то знает вообще, о чем этот праздник, к чему он относится. Что празднуют в Пурим? Говорят, что это победа, говорят, что это освобождение. Еще есть какие-то мысли? Я сегодня спросил у своих детей, и был очень удивлен. Потому что они не знали точно, что именно произошло. Они сказали, что просто народ израильский был спасен. И, возможно, многие люди именно так и думают, и понимают этот праздник. Но народ израильский не просто был спасен. Не просто этот царь, Артаксейрс. Он взял и отменил свой приказ, который... Он не просто сказал, я вот так повелел, но это неважно, можете ничего не делать. Но он, наоборот, издал другой приказ, что наш народ может защищаться. Он сказал, что вы должны объединиться и воевать. И есть большая разница между тем, когда просто прощают тебе что-то. Между тем, когда тебе разрешают защищать свои права. Представьте себе на минутку, что вот завтра вы получаете письмо от муниципалитета, что вас выселяют. Все семьи, которые находятся в вашем здании, выселяют их. Просто какой-то большой начальник дал такое повеление. И вы вдруг чувствуете, что вы не знаете, что делать. Вы впадаете в депрессию. Вы не можете противиться этому. Это законное повеление. Это что пришло сверху из правительства. И у вас опускаются руки, и вы не знаете, что делать. Но вдруг вечером вы слышите другие новости, другое письмо получаете. И там говорится, что если действительно будут вас выселять, у вас есть право ответить и противиться этому. Вы можете каким угодно способом противиться выселению. И правительство вас за этим поддерживает. Смотрите, в реальности ничего не поменялось. Все то же самое, те же законы. Но это письмо, это повеление дает вам какую-то поддержку. Это именно то, что случилось с евреями. Они получили поддержку, они могли объединиться. И выйти все вместе на войну, на защиту. И они победили. И это то, что празднует. Это то, что мы говорили сегодня, что не просто надо ждать чего-то, какого-то чуда, но нужно делать какие-то шаги, чтобы получить победу. Но я хочу сейчас сконцентрироваться на нескольких вещах, о которых говорит нам Пурим. И первая вещь, это принадлежность к народу. И мы много говорим о народе, о единстве народа. Представьте, вот это время, о котором говорилось, говорится в книге «Эсфильм», очень необычное время. Людей взяли в плен, совсем в другую страну. Из Израиля переселение сделали всему народу в другую страну. И они уже привыкли и стерпелись с законами этой страны. И вот появляется у них возможность вернуться домой. И многие люди вернулись, потому что знали, что это наш дом, это наш Израиль. Но были такие, которые сказали, «Но нам и здесь хорошо». Израиль — это хорошо, но здесь лучше. И вот эти люди, о которых мы читаем в книге, это именно были такого рода люди из этих поколений, которые не хотели вернуться. Были очень многие люди, которые перемешались с народами, были уже, жили как персы. Даже имена поменяли еврейские на персидские. Потому что вот даже имя «Мордехай», оно происходит от слова «Мордук», это идол такой был. «Эстер» — это имя, которое произошло от «Истер» или «Астарта». Еще один идол. Они меняли имена, чтобы больше ассимилироваться в той стране и быть как другие люди. И, конечно же, были и те, которых вот еврейская самоидентификация, она уже стерлась. И пошут такшиву, что им питом нолад елет, ваурим льом и ханхимото, это шорашим, азушохеху льома киринзе. Как это происходило? Просто представьте, что вот рождается ребенок, и если его не воспитывают, и не рассказывают о истории семьи, все это забывается, стирается. И следующее поколение за ним, что будет у детей этого ребенка, еще более сложно. Они вообще не будут знать, откуда они пришли, и кто его народ. Но вот мы здесь видим, как Мордыхай дает нам урок. Мы знаем эту историю, когда Артаксерс поставил Амана одним из его министров высоких. И дал повеление, что все должны ему поклоняться. И все люди это делали, даже евреи делали. Но Мордыхай противился. И что было у него специфическое? Он сказал, я еврей. Он помнил свои корни, помнил откуда он пришел. Он помнил, к какому народу он относится, и кому он служит, этот народ. Потому что этот народ служит только Единому Богу, и только Ему служит. И он сказал, я не буду служить человеку. Я не буду поклоняться человеку, я еврей. И здесь очень важная точка, принадлежность народу. Принадлежность к ценностям и базе народа. Он знал, какой опасности себя подвергает. И многие люди его предупреждали, поклоняйся, иначе убьют тебя. Но он не боялся. Сильные ценности, сильные. Это то же, что мы говорили на прошлой неделе о компромиссах, которые мы делаем. Это то, что Алексей сегодня немножко напомнил нам о компромиссах, которые мы иногда делаем. О людях, которые не холодные, не горячие, которые теплые. И на еврейте это то же самое слово. Прохладный, теплый, это тот, который делает компромиссы, компромиссный. Это то же самое слово. И Мордыхай не хотел этих компромиссов, потому что он знал свою принадлежность. То же самое насчет нас. Мы должны знать, что мы принадлежим этому народу. народу, который избрал Бог. Есть ценности, есть обязанности у нас, есть вера, которые мы должны исполнять. Ты можешь пойти на компромисс, как многие другие люди делают. Но ты можешь быть и верен Богу. И что из этого получится, ты можешь видеть даже из этого рассказа. Могут убить тебя, твою семью и весь твой народ. Когда ты решаешь быть верным Богу, вдруг приходит много опасностей. Потому что что происходит, ты противишься и отвергаешь законы этого мира и законы другого общества. и разные другие сообщества пытаются надавить на тебя. И знай, что если ты твердо держишься своих ценностей, обязательно придут проблемы. и весь вопрос готов ли ты к этому. Действительно ли ты веришь и надеешься, что Бог поддержит тебя? Мордехай знал и надеялся. Он верил также, что Бог может изменить все. Он знал также, что Бог может дать защиту. Это то же самое, что и мы знаем. Но это не всегда случается. Иногда люди погибают из-за веры и из-за ценностей. И Бог позволял это. И написано, что смерть таких людей, которые были очень ценные для него, очень-очень ценна в глазах Бога. они стояли на защите своих ценностей до конца и заплатили за это смертью. Будьте верны, принадлежите своему народу. Еще одна вещь, которую мы видим как пример принадлежности к народу, это сама Эстер. Есть очень прекрасный образ мессианский здесь. Мессианский образ здесь, это как когда один человек может отдать себя за других, пожертвовать собой. потому что она знала, что если она сама пойдет к царю, она может умереть. Но она была готова делать это. Она много сомневалась, боялась, молилась, но была готова это сделать. Отдать свою жизнь за свой народ. принадлежность народу. Жертвовать, служить народу. И знаете, здесь есть очень необычные слова, когда Мордыхай говорит к Эстер. Это написано в 4 главе в 12 стихе. Я прочитаю прямо на русском. Передали Мордыхаю слова Эсфири, и Мордыхай дал Эсфири такой ответ. Не думай, что ты одна из всех иудеев спасешься там в царском дворце. Если в такой день ты смолчишь, избавление и спасение все равно придут к иудеям, но другим путем, а ты погибнешь и с тобой весь род твой. Кто знает, не ради такого ли дня, как этот, ты сделалась царицей. И вот он говорит, ты можешь быть эгоисткой думать только о себе, о своей семье, но с другой стороны, ты знай, ты принадлежишь своему народу. Ты можешь просто отречься от своего народа, от всех связей, думать просто о себе. Ты можешь думать, что ты будешь победительницей, но это не так. Потому что всегда Бог придет и накажет тебя за это. А спасение народу евреям он даст из другого источника, другим путем. Точно так же и мы, мы часто централизуемся на самих себе. мы прерываем всякие связи с нашим народом. Мы хотим, чтобы нам было хорошо, нашим семьям. Какая нам разница, что происходит во всей стране? Это происходит иногда с нами. Мордехай говорит и напоминает, ты относишься, ты принадлежишь своему народу, ты не неразделимая с ним часть. И то, что он говорит, ты не просто так вообще попала на это место и в эту ситуацию. Есть цель, есть конкретная цель, ради которой это произошло. Каждого из нас Бог хочет использовать нехоро нехорошее слово. Бог использует, но это очень слово не то значение имеет. Бог хочет быть с нами партнерами в деле, чтобы мы были его инструментами. И он использует эти инструменты для какой-то определенной цели. Но мы сами должны быть готовы быть этими инструментами. Это урок принадлежности к народу. Помогать и поддерживать народ. Мы видим что то, что происходит в конце, это единство народа. Мы видим что много раз Бог делает что-то в жизни нашей. Очень плохие вещи случаются. Но это то, что соединяет нас, сплачивает нас. Когда приходит страх, сильный страх, это соединяет всех вместе. Все евреи боялись. Они говорили все кончилось. Мы скоро умрем. Они опустили руки. Но вдруг пришла поддержка, о которой я говорил. И они сплотили все вместе как один народ. Знаете, одной из традиций, что многие из нас даже не знают эту традицию. То, что в Пурьем приносят как пожертвование, монетки в пол шекеля. это воспоминание о том, что в этом месяце, в месяце люди приносили в пожертвование пол шекеля. Так считался народ, кто принадлежит к народу. И этот знак, половина шекеля, когда ты один, ты только половина. Но когда все вместе, то есть сила, есть совершенство. Когда все вместе собираются, есть совершенство и есть народ. И сегодня много раз Бог употребляет, использует трудности, чтобы объединить народ. И я знаю, что есть здесь люди, которые уже чувствовали это. Последнее время была очень-очень сильная алия из Украины. И многие люди даже не думали, а почему это произошло? Люди умирают. Но таким образом Бог собирает свой народ. вдруг кто-то, кто даже не думал, что он еврей, не задумывался о своих корнях, вдруг он возвращается в Израиль. Он вообще не чувствовал свою принадлежность народу. Но вдруг что-то просыпается и он думает, окей, у меня есть возможность приехать, сделать репатриацию. И много раз это то, что делает Бог через войны, через погибель других людей. Цель собрать и объединить свой народ. Это то, что произошло на Куре. Это то, что происходило много раз и до этого. Это то, что происходит сегодня, это то, что будет происходить и дальше. Бог пытается объединить свой народ. И что интересно здесь, было очень много из других народов, язычников, которые приблизились и стали как евреи, соединились, прилепились к евреям. Они не хотели умирать. Потому что было разрешено евреям убивать своих врагов. Я хочу сказать сейчас одно выражение, возможно, оно вам покажется жестким. Враг евреев, враг Богу. Враг евреев, он также является врагом Богу. И Бог готов уничтожить врагов. даже если это очень много людей. Даже возможно это хорошие люди. Но по отношению к народу, по отношению к его обещаниям, он собирает евреев и защищает свой народ. И он также принимает каждого, кто решает прилепиться к этому народу. И сегодня есть очень большое пробуждение, что люди, которые не имеют никакого отношения к еврейству, возможно, которые были однажды врагами евреев, антисемитами, они становятся друзьями и прилепляются к народу. Огромная цель Пурима дать спасение и единство народу. Я хочу вам показать еще что-то необычное здесь. Вы знаете, что во всей этой книге СТР ни разу не употребляется и не упоминается имя Бога. Кажется странным. Целая книга, которая находится в Танахе, даже один раз там не упоминается имя Бога. Почему тогда эта книга находится вообще в Танахе? Потому что есть что-то спрятанное. Часто мы видим смотрим только на поверхность, на внешность. Но мы не смотрим что за этим стоит. Но вся книга Эстер открывает нам Бога. И возможно, как вы видите, здесь ничего не написано даже о Боге. Но видим, как Бог действует, как действует Его рука. Я объясню более подробно, что я имею в виду. Задумайтесь, все, что происходило тогда, можно сказать, что это были случайности. Что может быть необычного в том, чтобы Артаксеркц просто выгнал свою жену? Это происходит случайно. Что необычного в том, что на ее место, на место Вашти вдруг попала Эстер. И она еврейка. может если это единственный случай, ничего страшного, это просто случайность. Но вдруг вы видите, что Мордехай не поклоняется Аману. И есть опасность всему народу. И какой процент, какая вероятность, что Мордехай родственник Эстер? Мордехай мигали эта мизима ше мелех היה царих ламут. Айта мизима ше рацу ла рог это мелех и Мордехай геляет. вероятность, что Мордехай будет тем, который предупредит покушение на царя, на Артаксеркса. И что необычно в том, что даже спасибо ему не сказали за это. И когда вдруг хотят повесить Мордехая, в ту же ночь, царь видит сон, наоборот, он не может заснуть и начинает просто читать книгу. Дневник, который происшествует в дворце, и вдруг он видит, что вот это происшествие, когда было предотвращено покушение. И я уверен, что эта книга того, что происходило в дворце, не была тоненькая, она была огромная. Но каким-то образом он именно на это место попал, это место читал. И вы видите, что как все эти случайности соединяются в целое. И вдруг вы видите, что все эти маленькие кусочки пазла соединяются в одно целое. И ты начинаешь понимать, что это не случайности. Здесь есть какая-то программа, программа Бога, его план. И что это говорит нам сегодня? Две вещи. случайности продолжались на протяжении девяти лет. Это не то, что как мы читаем быстренько и думаем, что это наверное в течение пару дней случилось. все продолжалось с девять лет. Раз за раз. И когда смотришь на все это время, то картинка не соединяется. именно так часто случается в нашей жизни. Мы видим, что что-то происходит в нашей жизни, но мы не понимаем, что это. Иногда какой-то день или какое-то происшествие кажется нам как тьма. Очень тяжело. Страх. То, что случилось с было сложно для них соединить весь этот пазл вместе. Нам точно так же очень сложно. Представьте, что Бог планирует что-то для тебя, но это то, что произойдет еще через лет десять. И то, что происходит сложное и проблемы с тобой сегодня, это для того, что будет через десять лет. Не всегда мы понимаем это. Но вдруг, когда ты начинаешь понимать и видеть то, что Бог дает тебе, ты понимаешь, что это от Бога, то у тебя появляется надежда и поддержка. Не опускайте руки, не отчаивайтесь. Часто то, что мы ждем в нашей жизни, это огонь с неба. Мы хотим видеть чудеса и знамения, какие в Египте были. Но через эту историю, через Пурим, Бог говорит, я обычно действую скрыто. Ты можешь видеть меня каждый день в своей жизни. Если будешь соединять все пазлы, что случаются в твоей жизни, ты увидишь меня. Я также и сегодня отношусь, как относился в Пурим, не как огонь с неба, но тихо, за стенкой, за правилами. Часто люди, которые не верят или по пути к вере, говорят, что все, что происходит, это просто случайность, это чепуха. Случилось, случилось, причем здесь Бог. Но вот мы видим, что у Бога всегда есть план, и все, что он делает, это не просто так, это не случайность. Важно верить, что действительно Бог открывает себя через эти пути. вы помните, что апостол Павел говорил не один раз что мы можем видеть Бога в этом мире. мы можем видим когда мы наблюдаем за тем, что он делает за его делами. Так ты можешь узнать, что это Бог. Потому что он спрятан, он сокрыт от нас. И все эти признаки и правила Пурима, что делают и дети и взрослые. Разные костюмы, маски. С одной стороны, это пришло уже позже, эта традиция с маскарадом. Но это тот же смысл, то же значение. слово костюм на еврейте происходит от слова искать. Потому что когда ты одеваешься в другой костюм, видят только твою внешность. Но очень трудно часто узнать, а кто этот человек? И это послание Пурима. Искать то, что есть внутри. Что стоит за внешностью? вот эти костюмы они также символизируют изменения, которые произошли. Если у вас есть дети, то каждый день, когда они идут в школу или в садике, перед Пуримом, или точнее сам Пурим, у них есть такой день, который называется перевернутый день. Они приходят в школу или в садик не так, как обычно, одеты и причесаны, накрашены, а просто в пижамах вот как спали. Что-то необычное, что-то другое. Он поставил столб, чтобы повесить Мордыхая, но сам повис на этом столбе. Со всей своей семьей. Вот это превращение, революция, можно сказать, которая произошла. Такие изменения Бог может сделать так же и в твоей жизни. Даже если ты чувствуешь себя не на своем месте, что-то не в порядке, тяжелая ситуация, ты не видишь будущее, только страх и депрессия вокруг. Укрепись, потому что Бог может сделать изменения и Он сделает это, потому что Он хочет использовать употребителя для чего-то хорошего. Возьми эту надежду, держи за нее и иди с ней. Относись к своему народу, принадлежи ему, цени ценности своего народа. держись ценностей, которые Бог дал нашему народу, держись верой. Держись в своих руках надежду и Бог сделает эти изменения. Давайте вместе встанем и помолимся. все. Держись